Уверен в себе это, наверное, моя самая любимая тема. Объясню почему. Сюда входит очень много чего. Это любовь к себе, это комплексы, это выход из зоны комфорта, и это безразличие на мнение людей. Все вот эти микротопики, они все между собой связаны, и за счет этого у вас выстраивается уверен в себе. Я очень сильно люблю использовать пример с залом, либо с танцами, либо, не знаю, вы играете на фортепиано, вы рисуете, что угодно. Но зал, он прекрасно подходит абсолютно, мне кажется, на все жизненные ситуации. Я хочу вам рассказать одну историю, и таким образом я вам объясню, что я имею в виду по поводу зала. Я вам так скажу, что зал очень сильно повлиял на мою уверенность в себе. Вы думаете, она у меня была сразу же? Абсолютно нет. В 7-8 классе у меня был лишний вес, и это продолжалось до конца школы, потом я похудела немного, и все равно в университете у меня был лишний вес. Это давало мне просто глобальнейшую неуверенность в себе, потому что я не чувствовала себя комфортно в этом. Я стеснялась себя, и еще при этом мне добавляли комплексы в школе. Школа, мне кажется, это вообще такое место, где тебе, в принципе, очень часто любят навязывать какие-то комплексы, которых у тебя на самом деле даже и нет. Я очень сильно боялась пойти в зал, потому что я стеснялась своего тела, и я думала, что каждый человек, который на меня будет смотреть в зале, он будет думать, господи, почему она такая толстая, она такая жирная, что он тут забыл, а почему она вообще вышла на улицу. Серьезно, у меня были такие мысли. И просто представьте, насколько сильно они меня стопорили во всем. Не только в походе в зал, а просто во всем. Что вы думаете, я пошла в зал? Нет, я не пошла в зал. Я пыталась заниматься дома, но, понимаете, это абсолютно не та атмосфера, ты не настолько сильно выкладываешься, и, естественно, результата у меня не было. В 19 лет, то есть... Ой, нет, какие 19, 20? В 20 лет, господи, я такая старая уже. В 20 лет я начала заниматься и ходить в зал постепенно, каждый день, 6 раз в неделю, не пропуская. И мне было супер, мне дико некомфортно. Это было абсолютно некомфортное для меня место, потому что я не знаю, как это работает, я не чувствую уверенность в том, что я понимаю, делаю я упражнения правильно или нет. Естественно, это меня добавляло жутких страхов, когда я находилась в зале. Но вот в чем есть один момент. Все вот эти люди, которые находятся в зале, им абсолютно все равно на вас. Знаете почему? Потому что они пришли в этот зал за тем же самым, что и вы. Подтянуть свое тело и становиться только лучше и лучше. Только почему-то мы думаем о том, что, ой, а что они подумают, а они 100% что-то думают. Нет, им все равно. Но они думают о том, как бы им привести себя в порядок, либо становиться лучше, 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 лучше и лучше. И вообще все равно о том, где вы, что вы. Поверьте, я знаю это на своем опыте, когда я прихожу в зал. Сейчас. Когда я прихожу в зал, я полностью концентрируюсь на себе. Мне абсолютно все равно, кто где находится, кто как выглядит. Есть у него лишний вес, нет у него лишнего веса. Делает он правильно, делает он неправильно. Потому что я думаю о себе. Я концентрируюсь только на себе, на своем теле и на своей работе. И вот представьте, что вы ходите в зал один день. Вам супер жутко некомфортно. Вы хотите убежать и туда спрятаться. Вам неудобно. Вы не уверены, делаете ли вы это правильно или неправильно. Еще, может быть, у вас какие-то свои комплексы. Вам жутко дискомфортно. Вы хотите убежать. Но вы продолжаете. Вы пошли второй день. У вас все так же дискомфортные чувства. Вы хотите домой. Вы не хотите здесь находиться. Бла-бла-бла-бла-бла. Но вы все равно продолжаете. Вы пошли третий, четвертый, пятый, шестой, восьмой. Пять недель уже прошло. И вы уже понимаете, как что работает. Вы понимаете, где вы делаете неправильно. И со временем вы все-таки поймете то, что людям все равно на вас. Абсолютно все равно. Как вы думаете, почему спортсмены? Не знаю. Возьмите вообще абсолютно любую сферу. Врачи, хирурги. Как вы думаете, откуда у них уверенность в том, что они делают? Колоссальный опыт, скиллы. И это все делается постепенно. Делайте маленькими-маленькими шажочками. В зал пошли 10 дней, неделю, 2, 3, месяц, год. У вас появится уверенность в себе. Плюс вы потянете свое тело. Вы будете еще больше нравиться себе. Вы будете видеть результат. Это вас будет только подбатривать. Вас будет это пушить, что да, давай еще, давай еще. Ты видишь результаты. Это произошло лично со мной. Когда я пошла в зал, я весила 62. Да, я весила 62. У меня висел живот. У меня были бока. У меня были очень дряблые ручки. У меня были целлюлитные ляжки такие полненькие. То есть было все. Я начала заниматься в зале каждый день, не пропуская, не давая себе никаких отмазок. Потому что, ой, ну я устала, мне лень, я не пойду. Нет, 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 нет. Ты идешь. Ты идешь в зал. Почему? Потому что ты хочешь себе потянутое тело. Ты хочешь становиться только лучше и лучше. И именно это тебе будет давать уверенность в себе. Я начала заниматься полгода. Я где-то не видела результат вообще. Я просто занималась. Я думала, как будто бы в пустую. И ты не видишь результаты, но ты каждый день делаешь что-то. И помните, результат всегда придет. Если вы будете делать что-то постоянно, каждый день, не пропуская, результат будет. Но момент, дождетесь ли вы его или нет, это уже другой вопрос. И что вы думаете, на седьмом месяце я начинаю замечать, что у меня становятся меньше ляжки, у меня становятся подтянутые руки, у меня уходит живот, у меня уходит бока. Я становлюсь лучше, я начинаю себе нравиться, я думаю, блин, да, я это сделала. Вы думаете, я хоть когда-то думала о том, что у меня будет плоский живот? Никогда в жизни. Я всю свою жизнь думала о том, что у меня будет всегда живот, я всегда буду полная, и мне нужно будет с этим жить. Но нет, только ты можешь это все поменять. Только ты можешь все изменить, если ты действительно этого захочешь. Это прошло очень много времени, это заняло очень много времени, это заняло очень много сил. и очень много стараний, и я вижу результат, и я понимаю, что я делаю все правильно. И какой итог? Сейчас прошло месяцев, наверное, 10-11, и какой я вижу сейчас даже результат? И это только начало. Или даже взять пример с публичными выступлениями. Если вы спикер, вы первый раз, у вас жуткий дискомфорт, потому что вы на сцене, на вас смотрят куча людей, вы можете забыть какую-то информацию, которую вы должны донести до аудитории, вы не знаете, как с ней взаимодействовать, как задавать вопросы и так далее. Можно просто привести кучу примеров, просто поймите, чем больше вы будете себя напитывать всякими скиллами, знаниями, опытом, тем больше уверенности у вас будет в себе. Вы только начали рисовать, у вас ничего не получается, портреты, еще что угодно. Вы практикуетесь, проходите какой-то опыт, тратите много времени, но вы тратите каждый день. Вы что-то делаете, немного, но вы делаете, у вас идет какой-то определенный прогресс. Даже если вы его не видите, он есть. Банально, вы даже снимаете видео на YouTube, вы можете не понимать, не знаю, как монтировать лучше, какую музыку лучше подбирать, как что оформлять, но вы набираетесь опыта, вы что-то делаете постоянно, за счет этого у вас есть уверенность в ваших действиях, и это залог вашего успеха. Когда вы выработаете в себе эту дисциплину, вы будете делать что-то постепенно, ходить в зал каждый день, на протяжении года вы увидите результат. Мало того, что вы будете знать, что, как работать, потому что вы это понимаете, так вы еще улучшите свое тело, и вам будет нравиться то, что вы видите в отражении. Мне кажется, я могу очень долго про это разговаривать, правда, потому что это была именно моя личная проблема. Мне кажется, это проблема у многих, не уверенность в себе, не знаю, неприятие своего тела, вы себя не любите, еще, 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 что угодно. Понимаете, я вам ничего нового не открою. Делайте постоянно что-то. Вы хотите в чем-то быть специалистом, тратьте время, делайте это постоянно. Еще раз, постоянно, каждый день, хоть что-то, хотя бы чуть-чуть, хотя бы 15 минут, но тратьте на это свое время, и вы увидите результат. Я вам сегодня на своем примере показала и рассказала вам маленькую историю из моей жизни, теперь вы ее знаете, о том, что вот было мое тело, у меня была жуткая неуверенность в себе, и я делала что-то постоянно, без перерывов, без отмазок, без лени, потому что я действительно этого сильно захотела, и вот я к чему пришла, у меня есть результаты, и у меня наконец-то появилось то, чего мне так сильно не хватало, это верности в себе. А теперь самое главное, я вижу тот путь, который я прошла, от нуля до какого-то определенного результата, до роста, и теперь вот это вот все меня мотивирует, потому что я знаю, что вот здесь я думала о том, что я никогда в жизни не буду иметь такое тело, никогда в жизни, но я что-то делала постоянно, и я его получила, вы думаете, меня это не будет мотивировать? Будет. И я соблюсь для себя лучшей мотивацией, я смотрю на себя, я буду говорить, да, давай, 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 наваливай, давай, делай, 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 и у вас получится. С вами была Карина, я была рада с вами сегодня провести это время, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч. И помните, нет ничего невозможного, вы можете изменить все, только захотите и что-то делайте. Пока.